С расписанием и автобусом на карте. Просто потому что Python он позволяет, поэтому поехали. Это, собственно, сайт проекта. Можете просто сейчас посмотреть, потыкать его, например. И есть Telegram-бот, если что. И если кто горит желанием попрактиковаться в Python, есть GitHub проекта, pull-requests, и все дела принимаются. И также спасибо Юрию Хрусталеву, потому что он мне запинал, чтобы я выложил код на GitHub, сделал организацию и так далее. Все сфотографировали, да? Все-все окей, хорошо. Рид история. В 2017 году осенью было такое радостное, классное событие, что в Воронеже запустился Янекс Транспорт, стал показывать автобусы, троллейбусы. И это было очень круто, потому что можно было стоять на остановке, открыть расписание и знать, что вот там через 5 минут приедет твой автобус, ты ждешь конкретно его. И это было прям очень хорошо. Буквально через пару месяцев начала происходить достаточно понятно для Воронежа ситуации, что, поскольку у нас весь Воронеж, весь транспорт включает троллейбусы и маршрутки, то есть автобусы, работающие на наличке, то каждый водитель заинтересован в том, чтобы привезти как можно больше пассажиров, поэтому устраиваются гонки и так далее. И отсутствует следствие, что водители стали следить друг за другом по карте, стали там оттягиваться, подрезать. Это первый момент. Второй момент, что у некоторых маршрутов стала падать выручка, водители стали пошли жаловаться владельцам маршрутов на то, что вот они не могут принести план, владельцы маршрутов пошли к тем людям, которые продают им оборудование, в котором есть ГЛОНОС, GPS и прочее, которые отправляют данные, и эти люди перестали отправлять данные в Яндекс. Достаточно долгая история. Ну и, собственно, автобусов стало меньше. Сейчас их стало чуть побольше, но это вот там все равно гораздо меньше, чем на самом деле есть. Проложение истории. Есть в Воронеже место, куда собираются все данные, и называется оно, раньше называлось Центр Дорожной Ситуации, сейчас называется ЦОД, Центр Организации Дорожного Движения. У них есть сайт codvrn.ru, там можно зайти, там есть у них веб-приложение, большое, тяжелое, потому что там X.js в дебаге, код не минифицирован, и прочие артефакты. При этом все идет пост с запросами, ничего не кэшируется, и очень легко положить просто с помощью этого самого сайта, с помощью этого сервиса, положить сервис, который, собственно, данные все собирает. Но, тем не менее, там была такая опция, что можно тыкать на карту, и если ты приблизительно попадаешь в установку, ну там плюс-минус, не знаю, 50 метров, то он тебе показывает вот такую менюшку, где пишет там, через сколько приедет автобус и какой. Я подумал, о, классно, надо посмотреть, а что же там за запрос? Это первый момент. Второй момент, что там можно открыть список маршрутов и посмотреть, где же ездят автобусы. Но там есть такая проблема, что если вы хоть раз пользуетесь этим приложением, то вы знаете, что, во-первых, они ездят там странно, то есть не совсем по тем маршрутам, по которым они должны ездить, а во-вторых, они ездят немножко не с той, скажем так, скоростью, потому что ситуация, когда вы видите 80-й, он на Кольцовской, но почему-то ездит от луча до девицкого выезда обратно со скоростью приблизительно кеметров 200 в час, и вы не понимаете, где он находится, в какую сторону он едет, это, ну, как бы немножко расстраивало. Собственно, питон. Почему питон? Потому что питон 3.6, он классный, там появились именованные туплы, пакет тайпинг, он вообще прекрасен и так далее, и так далее, и так далее. Здесь список того, что используется. Начну снизу. У меня даже есть тюнин-тест, одна ровно штука для нечеткого поиска, потому что многие люди жаловались, что, блин, ну, невозможно вбить вот эту всю основку целиком полностью, и там запятые и прочее, тяжело, сделано на нормальный поиск. Я сделал нормальный поиск и сделал для него и первый-единственный тест. Может быть, еще что-то будет. Все это дело хостится на Heroku на бесплатном тире, потому что у меня нет бэкэнда внезапно. Ну, в смысле, у меня есть бэкэнда, у меня нет базы данных. Я надеюсь, по возможности не использовать ее, потому что я использую базу данных Coda, с которыми пришли, договорились, после того, как я понял, что мне данных, которые я забираю через веб-интерфейс, недостаточно. Собственно, хостинг идет через Tornado Web Server, то есть и файлы HTML, CSS и JS. И сами запросы, которые просто прокидываются к внутреннему сервису. Ну, собственно, все понятно. Реквест. Каждый, кто работал с веб-запросами в Python, знает, что есть одна библиотека, нужно использовать ее. Ну, или асинк.io, если вы там знаете, что делать. А PtZ, потому что изначально была проблема, что поскольку сервер Heroku находится в другой временной зоне, то данные, которые ко мне приходят, они без указания временной зоны, и чтобы там ничего не было, я их намертво прибивал локализацией. Python Telegram-бот, потому что он рекомендован, собственно, в руководстве по написанию бота в Telegram. Он достаточно адекватная документация, и, собственно, с него все начиналось, потому что было желание просто сделать как-то, минимум, минимум, viable product, как это называется. Вот. То есть, изначально был просто Telegram-бот, который умел, ты ему отправляешь местоположение, он тебе присылает расписание. То расписание, которое отдавал раньше тот. FBD, это есть такая open-source баз данных, называется Firebird, бывший интербейс, я думаю, что много людей здесь с ней работало, так или иначе. Вот. Она, конечно, не такая профессионально, не такая крутая, как тот же самый подрост, например, но для очень большого количества задач ее достаточно. А это тот самый случай, когда этого уровня достаточно. Ну и, собственно, Cache Tools, это такой очень-очень простой модуль, который позволяет кэшировать вычисления. То есть это не кэширование типа Memcached, это не кэширование про быстрые заголовки в запросы. Это кэширование типа вот вам нужно мемоизации ненадолгие запросы, берете, используйте, навесили декоратор, поехали. Причем я его использую именно в… Там есть у него разные варианты, есть у него L.RuCache, есть TTLCache. Я использую TTLCache, потому что, собственно, большинство запросов мне интересно, чтобы они были до следующего обновления данных через 30 секунд, чтобы они были более-менее адекватные. Так, сейчас будет страшно. Так, это про функционал бота, который, собственно, есть. Первая картинка это, собственно, команды, которые описаны. Я постарался описать их достаточно полно, чтобы люди не спрашивали, как этим всем пользоваться. Базовых команд по сути две. NextBus, если вы там ничего больше не написали, не написали название остановки, он просто пытается найти название остановки. То есть, NextBus памятник, он пишет, памятник к славе Московский французский центр, из центра, все понятно. Или можно отправить в место положения, он, соответственно, пришлет, ну, посмотрит, какие остановки здесь находятся, какие автобусы тут едут, какие приедут, там достаточно сложные вычисления, там нейросети нет, я надеюсь, тоже избежать этой, в смысле, участи. Это Telegram, это, все правильно, да, это TelegramBot, это сайт, минималистичный, просто, насколько это возможно. То есть, из сторонних библиотек использованы всего две для поддержки феча и промисов, потому что старые, и старые версии, интернет-эксплореры, и старые версии предустановленных браузеров, которые есть в телефонах, которые не Chrome, и, там, не мы, из-за браузера какой-нибудь, они не умеют в этой библиотеке, поэтому их нужно поддержать, потому что в противном случае, получается, получалось, на самом деле, там можно посмотреть по истории коммитов, получалось, действительно, такая тяжелая лапша из коллбэков для XMLHTB request, с фечем стал покрасивее. Собственно, так, что у нас здесь, собственно, функционал здесь, как-то нажать, он классный, состоит из четырех пунктов, то есть, первое, это прибытие, то есть, просто посмотреть остановку, есть кнопка, может быть, она не сильно очевидная, наверное, сделать ее побольше, там, это предложение, пожелание принимается, разумеется, а, собственно, если вы на нее нажимаете, то он у вас запрашивает местоположение и ищет ближайшие три остановки и показывает информацию по ним. Можно ввести название остановки здесь, тоже ищет, ищет и показывает. Поскольку, наверняка, вам не нужны все, не знаю, 20 или 15 или 30 автобусов, в зависимости от того, где вы находитесь, которые могут приехать к остановке, можно в фильтре указать автобус, который вам нужен, то есть, либо руками ввести, либо тут есть такой user-friendly drop-down. Секундочку. Так, ну, собственно, пример для ближайшей, пример для поиска. И он показывает сразу, что надо уточнить вариант, который вы хоть что-то хотите найти, потому что, если, просто Кирова, у нас есть и ДК Кирова, внезапно выяснилось, что их два, кто бы знал. В смысле, то есть, один ДК Кирова, который на левом берегу, а второй ДК Кирова, судя по всему, где-то в юго-западном. Я не стал выяснять, где, но, наверное, он и есть. Собственно, помимо этого есть улицы Кирова, есть различные остановки, которые в направлении от ДК Кирова и так далее. Поэтому, нет, нет, я имею в виду, что просто по направлению к ДК Кирова есть еще остановки, то есть, например, Брусилово в сторону ДК имени Кирова. есть вторая вкладка, вторая страница просто автобуса. Еще одна история, почему, собственно, стал делать этот проект. У нас есть общественная организация, называется Горта Транспорт. Там про нее будет слайд, отдельный слайд, а ссылочки. И так получилось, что мы с ЦОД до этого работали, они нам выдали логин и пароль к их системе, которая там для контроля за автобусом, для того, чтобы мы могли время от времени проводить их осмотр, проводить контроль их состояния на линии и так далее. И у меня получилось так, что у меня есть логин и пароль, и в один прекрасный день я забыл в автобусе шапку, и я думаю, блин, что же делать? Я позвонил в диспетчер, нашел в интернете телефон диспетчерска, позвонил, говорю, так и так, вот, был в таком автобусе, в такое время в такой остановке, забыл о шапку, что мне делать? Ну, вот он сейчас доедет до конечной, потом ловит ее в центре. Я такой думаю, ну, я же умный, я же могу, телефон с собой, я же могу, логин, пароль. А потом я понимаю, что, во-первых, через веб-интерфейс это просто невозможно сделать, просто никак, потому что там контролы едут, все это еле загружается, даже через 4G это все очень специфически работает. В общем, я очень, как с грехом пополам в тот день получил обратно свою шапку, и я подумал, что нужно сделать какую-нибудь возможность делать это проще. То есть, соответственно, вот это вот про автобус, это поиск, по номеру автобуса, то есть, такой специфический синтаксис. То есть, можно написать просто номер маршрута, он вам покажет маршруты на линии, где они находятся, когда последние у нас были и так далее. Можно написать, если вы указываете номер маршрута, потом слэш и какие-нибудь части номера, которые вы знаете, например, вы можете найти, увидеть, где конкретный автобус находится. При этом, если вы не знаете номер маршрута, такое тоже бывает, но вы знаете номер, то вы можете найти конкретный автобус по номеру. И волшебная карта, но без анимации, потому что мне ее ли не делать. Собственно, карта показывает, идея та же самая, выбирайте автобусы, конкретные, можно выбрать из списка, можно ввести ручную, можно фильтровать и так далее. Она показывает на карте. Где-то, наверное, автобусов до 600, этим еще можно пользоваться. Но уже, на самом деле, после 20, попытка посмотреть что-нибудь в центре превращается в муку, потому что их слишком много. То есть, ну, просто потому что у нас слишком много маршрутов в городе, на самом деле, в центре, я имею в виду. И понять, где что-то находится, кластеризация сильно не помогает. Я пробовал. Вот, поэтому лучше не пытаться ввести там, 15 маршрутов. То есть, карта вам отрисует, сервер вам отдаст, но вы там не сможете ничего сделать. Собственно, цель доклада. Рассказать о том, что сервис такой есть, получить какой-то фидбэк, получить какие-то идеи и, собственно, пригласить к использованию и участию в этом всем. Так, и здесь, собственно, то же самое, что я рассказывал, то есть, что есть сайт, есть Telegram-бот. А если зайти в Telegram-бот, то там, собственно, в описании будут все эти ссылки и на канал, и на чат, и на группу ВКонтакте, в Фейсбуке. Техническое, на чем написано тут, собственно, тоже профессор говорил, что киберотеки использованы и так далее. К счастью, еще раз, питон, это язык с батарейками из коробки, поэтому очень часто вам даже ничего, вот для каких-то обычных вещей вам даже ничего скачивать не нужно, потому что у вас уже это есть. Ну, просто там нужно документацию университетно почитать и так далее. А есть GitHub, можно писать электронное письмо. И, собственно, еще раз. Для тех, кто в первый раз не слышал. Я очень надеюсь, что QR-коды я правильно вставил. Предложение, пожелание, вопросы. Да. Микрофон, да, дашь? Спасибо за доклад. Вопрос такой. Я так понимаю, вам дали доступ прямой к базе данных. Верно ли будет такое заключение, что каждый реквест, который клиент отправляет, идет на сот.дд туда? Нет. Как? Тогда у вас есть репликация тайная? Нет, зачем? Мне достаточно... Есть кэштулс. То есть я забираю данные сервера, я знаю, что чаще, чем 30 секунд, они физически не могут прийти. Поэтому я на 30 секунд кэширую. Запрос выполняется на сервере 200 миллисекунд. То есть сейчас основная проблема в том, что фич с него, он бывает ненадолгий. То есть обычно он проходит за миллисекунд за 600-800. В случае нагрузки, когда кто-нибудь пришел посмотреть отчеты и прочее, он выполняется чуть дольше, потому что сам интернет-канал забит, и поэтому ко мне данные придают медленнее. То есть мы сейчас идем, идет разговор о том, который будет делать вот эту работу у вас, а мы будем просто к нему в API ходить. Это будет просто быстрее, потому что сервис будет стоять, условно говоря, в той же комнате на той же самой машине крутиться и просто сразу просто это там JSON отдавать и все, испамить. Вот. Поэтому нет, я не хожу. Первый момент, второй момент, что раньше, там, не знаю, там, то есть в том числе проект, не знаю, недели две, наверное, неделю назад я ходил на каждый запрос в базу практически, ну там, я кэшировал, конечно, 30 секунд, но проблема была в том, что там есть веб-интерфейс у них специфический, очень похожий вот на вот это, но там чуть-чуть с другими настройками, чуть-чуть в других цветах. И через него можно было посмотреть детальную информацию про автобусы, но проблема в том, что когда ты пытаешься, то есть там, время ответа было вообще неадекватно, то есть забрать информацию по двум маршрутам, не знаю, там, 800 миллисекунд, забрать по трем две секунды, забрать там по десяти, ну там, не знаю, секунд за 30 ответят, забрать по всем минута там, полторы, вот, то есть ну как бы сравните там с двумя-тремя секундами просто вот на ответ. Поэтому, то есть ну как бы невозможно кэшировать на 30 секунд то, что возвращается в минуту. Поэтому, собственно, я сказал, что ребят, мне нужен доступ к одной вашей пайсе, мне нужен один запрос на выборку, заведите мне пользователя, я не буду вас мучить. Спасибо. Ну, правда, у меня еще доступ к суперпользователю был, но не важно. Так вот, то, что водители будут знать, где кто находится, должно быть все равно. То есть если это не все равно, то я просто призываю тех, кто пользуется общественным транспортом, люди, пользуйтесь большими автобусами. Потому что если, потому что в него проще залезть, они безопаснее, и, блин, в них банально комфортнее. Ждать долго. Что? Ждать долго. Маленько быстро едет. Так вот, смотрите, если вы знаете, через сколько он приедет, есть такая история, что вообще с транспортом не должно быть интервалов. У вас же нет интервалов в аэропорту или на вокзале. Вы же приходите ко времени с билетом, садитесь и уезжаете. Или улетаете, как пойдет. То же самое должно сообществовать с транспортом. Просто нужно с чего-то начинать. Я думаю, что это странное сравнение. Я выхожу и хочу уехать. Если нет транспорта, мне придется ехать на таксоваторе. Хорошо, но просто если у вас есть расписание, вы знаете, что следующий автобус придет через 20 минут, зачем вы уходите на наставку сейчас? Ну, на самом деле, просто если у вас есть расписание, например... Через 20 минут я уеду. Я закончил, сегодня закончилась конференция. Я посмотрел, через 30 минут, через 20 минут будет мой автобус. Пешком посмотреть, это тоже вариант. Просто делаю... Я просто объясню, просто очень часто бывает ситуация, что вам нужно проехать там, в общем, 3-4 остановки, и вы ждете автобус минут 15. Вы за это время их пройдете. Это на самом деле, это как бы одна из проблем, что вы не знаете, через сколько приедет автобус и на что можете полагаться. Потому что если вы знаете, что ваш автобус приедет через полчаса, окей, такси. Если знаете, что он приедет через 5 минут, вы его дождетесь. Прекрасная программа, прекрасный сервис, но проблемы социальные он не решает. А какого рода социальные проблемы хотите, чтобы сервис решили? С маршрутчиками вы не решили, сказали, да, они сами разберутся, они выключат слежение. А они не смогут выйти на маршрут? Вот и все. Но пока выходит? Нет. Только вечером, когда там контроль ослабевает, да, а днем у всех данные приходят. То есть, ну, хорошо, не всех, процентов 80, 85, 90 у них включено, а остальных, там, блок поломан, на ремонте, еще какие-то такие вещи. У подавляющего большинства данные от них приходят. Они еще покупают его за свой счет. Ужас, ужас, кошмар, кошмар. Ну, так они же не будут покупать, они будут покупать ломаный. Да, те, которые не будут покупать, будут просто уходить без бизнеса, извините. Давайте следующий вопрос. Дмитрий Вилков. Добрый вечер. По поводу еще вот предыдущему спикеру, как раз можно оппонировать, в том, что сегодня новость вышла о том, что мэрия Воронежа объявила тендер на Сбербанк, скорее всего, он будет по терминалам. То есть, здесь полностью открытая система, она уже действует более 10 лет, стоит около 12 тысяч, стоило тогда раньше, она отслеживает левые поворотники, включил водитель или нет, время стоянки и так далее. То есть, если эта база позволяет у вас, даже суперпользователей нет, то, в принципе, можно дескать запросы любые оттуда. Плюс, если будут еще у вас трансляционные вот эти терминалы, вы можете в онлайне смотреть, где они передвигаются и так далее. И, соответственно, у вас сеть еще расширится больше. А по предложениям можно, ну вот, например, не знаю, там рейтинг водителей вряд ли у вас, конечно, будет, там отзывы какие-то, но по заполняемости маршрутки, то есть, там статистически какие-то вести, может быть, как просто. по поводу безнала. Безнала – это хорошо, проблема в том, что экономика немножко пересчитается и стоимость будет выше, но это, блин, что? Симки есть, но наверняка отсюда будут тоже данные собирать, но это, они объявили тендер, когда это все войдет не только в тестирование, а дальше, я не знаю. То есть, я читал новость, но подробности я не знаю пока. Вот, по поводу того, что какие-то дополнительные данные собирать, мне сейчас интересно просто посмотреть вот с теми минимальными данными, которые есть. Что можно, что я могу построить, какие метрики можно собрать и так далее. например, я сейчас знаю, например, что отчеты от автобусов приходят не раз в 30 секунд, а гораздо реже, потому что в силу особенностей устройства, инфраструктуру УСОДА, например. По заполонности маршрутки, для того, чтобы знать заполонность маршрутки, ну, ее нужно, чтобы кто-то вводил. То есть, если у вас есть люди, я уже говорил насчет того, что я хочу по возможности не заводить базу данных и как-нибудь обойтись без этого. Ну, в смысле, можно, но я просто пока смысла с обоим не вижу, потому что должно быть очень много пользователей и то есть, это проект должно работать и нужно еще думать. Насчет того, по поводу заполняемости, просто есть некоторые автобусы, у которых стоят датчики, которые считают количество людей, но эти данные, ну, просто они там вечером собираются, смотрят, сколько людей прошло, сколько вышло. на 80-м есть, например. В остальном, это все такое. В смысле, я думаю, что это будут разные системы, не факт, что они будут контролированы. Даже если там, даже если будут валидаторы, эти данные будут нужды, но они нужны будут не для контроля за автобусами, а контроля за пассажиропотоками. Просто основная проблема транспорта сейчас в России, в Воронежской России, окей, то, что никто ничего не знает, нет никаких данных, то есть нету никаких оценок хотя бы там с 90-поцентной вероятностью о том, сколько людей ездят, куда они ездят, как они ездят. То есть можно приблизительно оценить по собственному опыту, но исследований никто не делал, поэтому мы находимся там, где находимся. Но на идее насчет заполняемости ставить рейтинг, ну, я подумаю. Просто, просто, простой пример, то есть пустая, когда бы там человек нажал, что она пустая. То есть если это было 5 минут назад, вы стоите за 3 остановки, а... Чего? Ну, это надо считать. То есть, ну, просто... Я тут, у меня коэффициент стиля там сложа рядом, что я, когда рассчитываю время прибытия, я считаю просто среднюю скорость с этим самым скользящим окном, не знаю, в 5 минут по всем автобусам, а надо считать по маршрутам, считать по направлению, считать по остановкам, плюс-минус, и там... Я так нафиг. Поэтому, в смысле, я вас услышал, я подумаю, что можно сделать. Насчет, просто мне кажется, более резонно сделать, например, какой-нибудь, не знаю, рейтинг именно автобусов, что вот есть автобус, да, тут грязный, например, да, или там водитель курит. То есть возможность отправить жалобу прямо из него. Какие-то такие вещи. Ну, просто, мне интересно. Вопрос такого плана. Можно ли через эту серию позволять отслеживать чуть ли не каждую машину? А жаловать на эту машину через серию возможно? Некоторые, бывает, сталкивались, я редко пользуюсь, вообще, трансфор передвигаюсь на велосипеде. Когда приходилось, на некоторых остановках просто не останавливается. Проезжай, даже пустой. У нас есть, то есть одна из причин, почему я сделал, собственно, вторую картинку, слушайте, вторую страницу с информацией про автобусы, вот это вот. Она, собственно, у меня есть коллега, который живет со мной на одной остановке, но уезжает просто в другое время, немножко по-другому. Он уезжает с военного городка. И регулирует, там, может, не каждый день, но там раз в неделю стабильно, он бывает так, что он подходит к остановке, он или его жена подходит к остановке, 64-й просто и потом стоять пять минут на граде, пять минут встать ОМП. Ну, то есть, ты знаешь, что какой приехал маршрут, в смысле, ну, автобус, а номер ты его не знаешь? Ну, ты можешь посмотреть на карте, например, или там ввести и посмотреть просто на тебе ближайший. Вот, ну, то есть, просто вы можете узнать эту информацию, бортовой номер, тут есть еще такой специальный, специальный код, если написать там вначале про, пробел, то он у нас еще номер покажет. Или можно на карте просто на автобус нажать, он тоже номер показывает. И вы по этому номеру можете написать заявление. Может быть, да, нужно сделать форму, там, отправить жалобу на автобус, но это нужно будет чуть-чуть сложнее делать в фронт-энд, потому что сейчас там просто текст. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо.